Мы, наверное, позже вернемся к вам, вы пока немножко подготовитесь, а я предоставляю слово представителю партии социальной справедливости Петру Николаевичу Полячкину. Пожалуйста, у вас 4 минуты 5 секунд. Добрый день, дорогие избиратели. Мы, партия социальной справедливости, также присоединяемся к тому, что сказали наши партийные деятели. И, соответственно, тоже призываем, будьте адекватны, старайтесь быть ими. Потому что все-таки наша партия – это партия совести. И совести – это прежде всего. Ваша совесть, как раз она сейчас, так сказать, возможно, показывает все то, что наличие происходит в стране. А страна, как вы знаете, она сильная, мощная и должна быть такой. И, так сказать, взывая, опять же, о совести, вы все-таки должны сделать выбор, с кем вы и как вы. И никто вас не должен остановить, так как все-таки мы живем в демократической стране. Это сейчас, на сегодняшний день, как сказать, в действительности возможно. И мы готовы тоже так же идти на выборы именно с этими лозунгами и, соответственно, поддерживать все то, что вы хотите. Вы упомянули понятие совесть. Что такое в вашей транскрипции, скажем так, понятие социальной справедливости? Социальная справедливость – это, конечно, под этим заключается очень много вопросов. И невозможно просто осветить в данное время именно все. Но социальная справедливость – это, так сказать, каждый должен получать то, что он должен. Это раз. Во-вторых, социальная справедливость, опять же, заключается в силе того, что продвигается именно во благо человека. Именно, чтобы человек получал все необходимое. Потому что это самое главное. Потому что человек в нашей жизни – это самое значимое, без которого никак невозможно. Если бы нас не было, мы бы просто-напросто не жили бы. Тогда совести и социальные всех сфер, которые происходили в нашей жизни, мы бы не охватили и, соответственно, не решали. Их надо решать. И с помощью вас. Расскажите об инициативах вашей партии в различных сферах, в армии, например. Ну, наша программа заключается, в частности, в том, что каждому… То есть, опять же, тут есть одна искомая, неразделимая – народ и армия. То есть, это одна из тех определений, которые просто не расходятся. И, соответственно, мы прилагаем все усилия, чтобы каждый человек, будучи в армии, получал, во-первых, образование. И, соответственно, сейчас получается так, что, ну, сила вся нашей страны заключается, опять же, в армии. Много денежных средств должно выделяться на это. То, чтобы наша страна была могучей. И, ну, то есть, в этом смысле, как раз, получается так, что молодой человек, придя, то есть, сейчас сократили срок службы. Соответственно, он не получит много чего. И, чтобы соединить это, мы пытаемся в течение короткого срока, тем самым, дать человеку возможность образования, в образовании. То есть, если он захочет в дальнейшем остаться в армии, продолжительность его службы тоже так же будет происходить, то есть, будет получать образование. Это путем спутниковой связи. Вот. То есть, в этот момент, если он захочет остаться на контрактную службу, соответственно, опять же, страна получит человек, который готов будет служить и Родине, и, соответственно, получать. Опять же, я могу что сказать. Это за счет государства. Только за счет государства. У вас осталось 20 секунд. Я предлагаю использовать это время для финального обращения к вашим избирателям. А пока предоставляю слово представителю «Справедливой России» Анатолию Аксаку. Пожалуйста. Я уже сказал, что власть боится своего народа, а боится она потому, что придется нести ответственность за распродажу государственного и муниципального имущества, придется нести ответственность за развал сельского хозяйства, придется нести ответственность за...